Спасибо. Она большая у вас? Или как? Средненькая. Нет, вот вы сейчас будете, да? Да. Может, она сейчас прикрепится? Сейчас я посмотрю, может, у нее все скидывают. Она же будет закручивая. Утром. Да. Угу. 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 Верите, вот эту берите. Зачем оглушься? Я думал, что там вам Кристина дала, а раз нет, берите, пожалуйста. Нет, берите, берите, я вам и не даю. Да не надо, у нас есть еще. Там же было много, вы просто не увидели, наверное, где они лежат. В них там было. Это же они печатали. В этом году они головные, поэтому они все это делали. Сбоку. Как не идет? Вон идет у вас. Переет украшивайте. Я говорю, как побольше-то сделать. А Влада где? Дайте Владу. Оль, позови Владу. Владушка, иди, зайка. А можно сделать диктейлию Вячеславля на экран? Просто скажите, как побольше делать. А то я уже забыла, как в этом делать. У меня раньше шпакал в телевизоре, я пойду к ременту. Это доклад с авторством. Спасибо, что вы там живете. Сейчас, сейчас, да. Это наш филолог-инженер. Без нее мы не можем. Нам бы такого на экспорт. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. В случае чего, можно будет вот эту дробку сделать. А что, если ее прикреплять, она не делается больше? Очень хорошо. Спасибо. Такие дамы красивые. Мы начальники довольны будут. Вы поделитесь экраном? Вам нажимаете? У вас видите, этот антураж. Вообще, это послушайте. Они не скажут, что вы это все у себя там импровизировали. Так, ну что, значит, Екатерина Вячеславна сейчас объявит. А, мне продолжать вести? Ну да. Мочу. Хорошо. Да, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Надеюсь, что меня слышно. И мы продолжаем с вами наше секционное заседание. У нас под секцией номер два. И сейчас будет выступать данный дуэт. Лариса Викторовна Павлова, профессор кафедры литературы и журналистики Смоленского государственного университета. И Ирина Викторовна Романова, заведующая кафедрой литературы и журналистики. Смоленского государственного университета. И у нас доклад на тему формирования и изучения армянского текста русской поэзии. Пожалуйста. Спасибо. На сегодняшний момент в гуманитаристике и, в частности, в литературоведении активно развивается направление, специализирующееся на изучении локального и шире регионального текста. Это направление предполагает исследование образа места. Постановка проблемы принадлежит Амциферову, Сапорову, Лотману, впервые описавшим петербургский текст русской литературы. Сегодня об этом много говорилось. По заданной модели стали выделять и московский текст, и киевский, и так далее. Первоначально столичный текст представлялся более наполненным и значимым, чем провинциальный, но постепенно все большее значение стали приобретать исследования, посвященные текстам региональным и провинциальным. Кавказский текст, Волжский, Сибирский, Крымский и другие. Мы с Ларисой Викторовной представляем проект «Электронный ресурс. Армянский текст русской поэзии» и презентация локального текста русской литературы, который был поддержан Российским научным фондом. Целью этого проекта является создание наиболее полного корпуса стихотворения русских авторов об Армении и на его основании изучение феномена армянского локального текста русской поэзии. Такой корпус составлен и насчитывает более 600 текстов XVIII-XXI веков. Под локальным текстом мы понимаем, вслед за Еленой Константиной Собиной, систему текстов интегрированных в целое благодаря их общей внетекстовой ориентации. В нашем случае объединяющим фактором стала Армения. Наш подход в изучении локального текста заключается в выявлении репрезентативного ряда единичных объектов локального текста, которые способны к текстопорождению и семантизации. В таком случае необходимо выявить и описать функционирование этих отдельных элементов локального текста, кругов дополнительных значений, мотивы и сюжеты с ними связанные, ассоциативное поле. В качестве единичных объектов могут выступать, во-первых, поименованные сущности, антропонимы и топонимы, например, Арарат, Арагат, Сиван, Камитас, Туманян, Царьян и так далее. Безусловно, любые имена собственные являются маркированными. А кроме того, безымянные, нарицательные сущности, например, горы, камни, цвет и так далее. Описание единичных объектов может производиться двумя путями. Во-первых, через систему контекста. Это предметно-тематический класс, который отражает синтагматические связи. И через взаимоотношения единичных объектов локального цепста между собой. Парадигматические связи. Просто чистоты упоминания той или иной реалии недостаточно. Необходимо выявление контекстов употребления каждой реалии. И учет повторяющихся у разных авторов общих контекстов упоминания той или иной реалии. Образно-мотивного комплекса. Например, в связи с Араратом это упоминание Ноева Ковчега, что имеет не национальное, а общехристианское и общекультурное значения. А также более узкого мотива трагической утраты Армении и христианским миром Арарата. И, скорее всего, в орбиту собственно локального текста попадет только второй контекст, в котором актуализируются мотивы утраты Армении Арарата и необходимости возвращения Арарата в Армению. К непоименованным сущностям относится, в частности, цвет. Собирательный образ Армении, созданный русскими поэтами, оказывается окрашен не в те цвета, которые в массовом сознании ассоциируются с Арменией. Запоминающийся образ хриплой охры, дважды возникающей у Мандельштама в цепи Армения, так и остался Мандельштамовским, не стал цветовой доминантой единого армянского текста русской поэзии. Несмотря на свою укорененность традиции и потенциальную универсальность, обусловленную нейрологическими реалиями, в Армении преобладают каменистые породы туф, которые имеют розовый охристый цвет. А также, несмотря на то, что Мандельштам стоял у истоков создания армянского текста русской литературы. Наиболее востребованными сообществом русских поэтов, воспевших Армению, оказались, вопреки теплым красно-оранжевым ожиданиям, цветонаименования, во-первых, черно-белые, точнее, бело-черные, во-вторых, густо разбавленные синим. Высокие показатели частотности белого и черного могут быть связаны не только с символикой, приписываемой этим цветам армянами, ну, традиционно белая чистота, и черные считаются нечистыми, сколько особенностями русского цветовосприятия и цветосимволизма. Белый и за ним черный – самые частотные цвета обозначения русского языка, согласно данным чистотного словаря Лишевской и Шарова. Поэтому их появление в поэтических текстах может отражать в большей степени русскую языковую картину мира. В армянской национальной картине мира отношение к синему, который вот после белого и черного преобладает, отличается от привычного для русского человека восприятия этого цвета. Государственный флаг Республики Армения представляет собой три горизонтальные цветные полосы, сменяющие друг друга сверху вниз – красная, синяя и оранжевая. В законе о флаге, принятом в 2006 году, сказано, красный цвет символизирует армянское Нагорье, постоянную борьбу армянского народа за выживание, христианскую веру, независимость и свободу Армении. Синий цвет символизирует волю армянского народа жить под мирным небом. Апельсин символизирует творческий талант и трудолюбие армянского народа. Наряду с закрепленным государственной символикой и значением синего, как мирного неба, в народных верованиях он может быть связан с целебной магией, а также синий в народном восприятии ассоциируется со старостью и смертью. Это цвет траура. В Армении, как и в Передней Азии, синий в сочетании с красным образует основные цвета христианской фронографии. Синий цвет и его оттенки доминируют вопреки тому, что главный цвет для армян – красный. И именно красный связан с благополучием, святостью, женским началом. Традиция национального костюма, орнамента, очевидно, свидетельствует о пристрастии армян именно к красному. У армян, как и у многих народов, красный цвет отождествлялся красивым, хорошим, праздничным. Этот цвет символизирует жизнь, кровь, солнце, огонь, плодородие, служит защитой от болезней, зла и обесплодия. Семантика синего и родственных ему цветов, за редкими исключениями, не соотносится с негативными по преимуществу этническими представлениями армян. У русских поэтов она нейтральна или позитивна, также не соответствует древнему негативному национальному восприятию в своей массе символика желтого цвета. Необходимо отметить, что и красный цвет с разными его оттенками в стихотворениях русских авторов в меньшей степени характеризует традиционную гамму армянского национального костюма, расцветку знаменитых армянских ковров и в целом ткань. Но и тревожную символику пролитой крови, больше характерную для русского цветовосприятия, вопреки ожиданиям, нельзя считать массовой. Особенностью армянского текста становится выстраивание цветовой картины мира на основе, во-первых, восприятия цвета почв, камней, горных пород и самих гор, которые имеют главным образом оттенки желто-красные или синие. Горы, покрытые снегом и в соседстве с небом, создают оптическую иллюзию синего цвета. Созерцание гор заставляет наблюдателя чаще смотреть на небо и отмечать его цвет, а также засушливые горные стороны особо выделяются озера. И, во-вторых, впечатления от картин армянских художников легли в основу цветовосприятия Армении. И, в первую очередь, от картин Мартироса Сарьяна, которые создали яркий колористический образ Армении с утрированно насыщенными цветами и, в том числе, густой синей составляющей. Принципиально важно, что в стихотворениях передается внешняя по отношению к Армении точка зрения, воспроизводящая восприятие Армении русским поэтом, которая может совпадать или не совпадать, собственно, национально. Эта точка зрения выдвигает на передний план не только объект описания, но и самого лирического субъекта и его отношения к Армении и всему армянскому. К поименованным сущностям относятся, в частности, заглавия, содержащие адресную форму. Они маркируют главный объект, на который направлены сознание и речь лирического субъекта и подчеркивают не отстраненное созерцание, а активное взаимодействие между субъектом и чужой для него страной. Стихотворения с адресными заглавиями становятся вдвойне маркированы с точки зрения выделения ядра локального армянского текста. Необходимо отметить, что адресные заглавия с тихотворений появляются только в начале XX века. До этого времени русская поэзия об Армении XVIII и XIX столетий представляла собой преимущественно ролевую лирику, тексты балладного типа, драматические сцены с героями из времен Великого Прошлого или Войны с Турками. Русские поэты выражают сочувствие судьбе армянского народа, но их освоение этой темы остается декоративным. Они лишь примеряют маски восточного поэта, гонимого армянина, армянской матери, поверженного Арарата. Во всех этих случаях отсутствуют личные лирические мотивы и преобладает мотив страдания гонимости. В отсутствии лирического субъекта не наблюдается и лирического адресата. Ситуация коренным образом меняется в 1915 году в связи с трагическими событиями в Армении, преступлениями геноцида, на которые русская поэзия отплитнулась всем сердцем. Тогда начинается активное изучение Армении, ее культуры, знакомство с армянскими деятелями искусства. Русские поэты переводят армянских авторов, как Валерий Брюсов, ездят сами в очаги военных действий, спасают армянских детей, как Сергей Городецкий, завязываются личные связи и со знаменитыми представителями армянской культуры, и с рядовыми людьми. И именно тогда в поэзии у авторов и первого и второго ряда появляется лирическое «Я» и возникает лирический адресат. Заглавия армянского текста, содержащие в себе указания на определенное лицо или функцию адресата, можно разделить на несколько групп. К первой мы отнесем заглавия, обращенные к армении, как адресата. Они могут иметь форму посвящения Армении, послания или устного привета. Часто Армения в них персонифицирована и предстает то в образе прекрасной девы, изнемогающей в тоске под игом мук, то матери, чьи раны лабезает русский поэт, из-за которой молится как родной сын. Вторую группу адресных заглавий составляют стихотворения, обращенные к армянскому народу, его различным общностям – зимгоном, то есть солдатам, армянским добровольцам, пограничникам Армении, армянской молодежи и так далее. Лирические субъекты данных стихотворений ощущают свое единство с братским народом, жаждут отмщения за его страдания, выражают свою любовь к многострадальному и талантливому народу и уверенность в конечной победе справедливости. Третью и самую многочисленную группу составляют заглавия, адресованные конкретным поименованным персоналием из армян. Как правило, это известные люди, с которыми авторов связывали личные отношения. Чаще всего в нашем материале стихотворения посвящались армянскому писателю, литературному критику, литературоведу, теоретику художественного перевода, профессору-академику Ливону Крчану. В заглавие вынесено несколько посвящений национальному поэту Армении Аванесу Туманяну. И вообще, пожалуй, писателей больше всего. Вслед за писателями идут художники, и там абсолютный лидер Мартирос Сарьян. И есть в нашем материале три посвящения ученым, врачу, астрофизику и историку. Четвертая группа – это заглавия, в которых выражена форма обращения не к людям. Тут преобладают стихотворения, заглавия в которых обращены к армянским реалиям, точнее, к топонимам. Ну, например, к Арарату или к воскресному вернисажу, знаменитому рынку в Ереване. Образ лирического субъекта, столь принципиальный для лирики, как рода литературы, в локальном армянском тексте преимущественно будет выполнять роль безымянной сущности, вот в отличие от адресата, да, это просто я с возможными добавочными характеристиками. И вот он сможет стать частью локального текста только в случае возникновения каких-либо отношений между лирическим субъектом и Арменией. Стихотворения XVIII века, упоминающие армян, не содержат признаков лирического субъекта. Они восхваляют политику Екатерины II и деятельность князя Потенкина по осуществлению добровольного переселения армян и других национальных меньшинств из Крыма в южные российские земли. Стихотворения I-III XIX века варьируют две главные темы – ветхозаветная история, всемирный поток, а также победы русского оружия в войне с турками, освобождение угнетенных народов, в связи с чем упоминаются армянские топонимы. Русские поэты, как правило, мысленно перемещаются на территории Армении, но пока не обнаруживают ее знания и понимания, она остается для них экзодической землей. В качестве примера можно привести Дениса Давыдова, лирический герой, которого способен одновременно созерцать вершины Арарата и Казбека. Вот почему мы говорим, что все умозрительно. Этот период как раз XIX век и дает целую коллекцию, как мы сказали, ролевых образов. Коренным образом картина меняется в XX веке, когда, как мы уже сказали, начинается активное изучение Армении, и вот тогда появляется лирический субъект, он чувствует себя прямым, приемным, простите, сыном этой многострадальной земли. История Армении учит его мужеству и постраданию, пробуждает христианское чувство вины, знакомство с яркими представителями армянской культуры и науки делает его причастным к этой великой культуре и истории. Постепенно Армения становится объектом восхищения, любви и источником творческого вдохновения, куда хочется возвращаться снова и снова. Я добавлю, что буквально у нас на днях прошел большой семинар, подводящий итоги второго года нашего проекта, и выступали разные участники нашего проекта. И вот мы уже теперь видим такую картину, что, собственно, армянский локальный текст, его модель была заложена в 20 веке, не раньше. И потом она только варьировала. В стихотворениях об Армении 21 века лирический субъект, как и в целом русской поэзии, отступает на второй план. Вместе с ним уходит исповедальность и публицистичность. Его место занимает культурное и философское осмысление того, что Армения дала миру и культуре. Эти стихотворения тяготеют к фразисам и подчеркнуто обыгрывают уже сложившийся культурный код страны. Благодарим за внимание. Большое спасибо вам. Спасибо, спасибо большое. Такой замечательный у вас доклад, очень интересный. Да, серьезный. Может быть, у вас какие-то дополнения будут? Вы вдвоем готовили? Да, мы готовили вдвоем. Мне кажется, что Ирина Викторовна сам проект нашего локального офиска представила, а детализировать... Мы готовили две, получается, монографии. Одна в целом по проекту. Вчера, как просит, создали рубрики этой монографии. Одна у нас неожиданно получилась. Она не была запланирована. Куртиру сарьян в стихах русских авторов. То есть у нас набралась действительно огромная коллекция фактических стихотворений, посвященных сарьяну русских поэтов. И в этом сентябре, будучи в Гереване, нам удалось заручиться поддержкой Рузаны Лазаревны сарьян, которая интересовалась созданием этой монографии, готова... Это внучка. Это внучка художник. Да, и она готова написать предисловие и всячески поддерживает эту нашу идею. Но вот эту вторую монографию по сарьяну мы не ожидали. Но оказалось, что действительно Армения для многих русских поэтов неразрывно связана с сарьяном. Выглядит это так. Я увидел картину сарьяна и не поверил. Но когда приехал в Армению, убедился, что да, сарьян это... И наоборот, я, будучи в Армении, стал понимать сарьяна. Вот мы обнаружили, что действительно вот такой проводник для русской культуры, иногда буквальный проводник, когда он учет и живет, а вот в стыках около 40 эккрасисов, более очевидных, менее очевидных с прототипами, но тем не менее, мы думаем, что в начале следующего года, может быть, летом, любит мемография о Мартиросе сарьяне в расприятии русских поэтов. Спасибо вам. Так, ну может быть, еще какие-то документы? Мы тоже получили сообщение, что один из выступлений в русских учтениях. Мы не получили, а не пропитут? В марте, да. В марте, по-другому. Просто статисты. Когда мы говорили, поняли, отменили брусовские чтения, а мы как раз были там, и мы видели, как музей сарьяна готовится к брусовским чтениям, какую, при том, мы побыли. Они подготовили великолепную экспозицию, посвященную Брюсову, и получилось, что мы едва ли не участники другой конференции, мы увидели. Да, мы были в музее Брюсова как раз по этому штуру, что там все время звучало, апеллировали, как и в армении. Она прекрасна, это правда, она прекрасна, поверьте нам, нас. Мы как раз в этот момент были там, на другой конференции. Ну, а проект у вас именно называется «Армянский текст» или там формулировали? Армянский текст русской поэзии. Русской поэзии. Да, многие сопротивляются тому, что мы берем исключительно поэзию, не берем прозу, но прозу больше, прозу мы привлекаем в качестве комментирования и так далее, но о прозе уже писали, она была в центре исследований. Да, конечно. А Битов Гроссман, Андрей Билл и Мандельштам, и вокруг этого обычные кузыцы размышлений об Армянском тексте. А вот как раз Гавско-Словацкий, например, да, или там Снегова, вот эти, вот эти. Ну, как-то знает, да. Практически никто, как мы не знали сами, автор 19-го века писал, что в Армении армяне настаивают, что начинать надо с Сергея Вильки, формирование армянского текста, ну, по крайней мере, знакового текста, а наши вот подсчеты и всякие наблюдения не подтверждают. Это Ирина сказала, что по нашим наблюдениям, именно как локальный текст, армянский текст, формировался в 20-м веке на волне невероятного человеческого сочувствия страдания. В 19-м году. С этого вот пошла волна, и вот стала формироваться модель. Ну да. И что вы знаете, что удивительно, у нас есть сопоставление с грузинским текстом русской поэзии. Да, вот этим текстом. Абсолютно разные модели. Абсолютно. Вы обередили мой вопрос. Грузинский текст, он литературен, и он в первую очередь напитан литературной традицией, идущей от Пушкина, в первую очередь от Вермонтова, чем вообще впечатление Кавказа. И весь Кавказ, это такой вот, ну, романтический флор и так далее. Армения, сиротка из Кавказа совершенно. Сиротка из Кавказа. Триба все-таки не литературная, а изобразительная традиция царьям. То есть царьям очень интересно, конечно, что действительно формирование представлений в культуре во многом идет через пейзажи живой. Одного и того же человека. Совершенно первое. Это же потрясающе. А вы знаете, у Варисов-Кромского прямо афоризм политический. Царьям, хрестоматии нашего взгляда. То есть он действительно как хрестоматия Армении, да? Он все собрал. Цвета, народ, душу Армении. И это удивительно. И вы знаете, не так много он выставлялся все-таки в Советском Союзе, чтобы широкое представление о нем иметь. Тогда не было интернета и так далее. Но благодаря очень тесным и очень широким его связям с представителями советской интеллигенции, творческой интеллигенции, вот влияло... Он их писал, а они писали о нем. И в том числе и стихи о нем писали. И вот таким образом стал накапливаться... У нас довольно большая коллекция стихотворений, да? Где объект изображения описывает вот тот момент, как его... Пишет соленый. Да, или, например, как у Рождественского. Просто вот буквально я сижу и слышу, как художник меня же обсуждает, когда пишет, и как он дышит, как лось, там, мартироз, там, дышит, как лось. Кстати, мы не можем найти этот портрет у Роберта Рождественского. Ни кто не может сказать, был ли он на самом деле. Скорее всего, он в коллекции семьи. Если так, кажется, мы зло употребляем. Это важная тема. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание. Я-то вот и моя семья хорошо знали его, потому что дружили с армянскими семьями в Москве. А привозили альбомы, там, и сели в продукции дома у людей. И даже вот здесь, потому что, казалось бы, отношения с армянскими семьями должны идти, но по каким-то самым разным парадигмам вообще. Там тоже миллионер я. Вот что. Да. Вы подтверждаете наши сухие выплатки человеческим тёплым опытом. Очень интересно, что, знаете, на рынке, когда выбирают что-нибудь пейзажное, например, платок и так далее, и говорят, что я хочу сарьяна, они показывают Ван Гога, Гогена, говорят, это сарьянки, это сарьянки. И у Сергея Борисовича Калашникова, современного поэта, есть представительное определение, которое этим продавцам можно предложить в качестве девиза, он называет сарьяна в одном из своих стихотворений Ван Гогоген, всея армия. Ван Гогоген. Я предлагаю прям всех художников этого, ну правда, все, это сусарьян, делите, это с сарьян. Да, ну это отдельная тема, конечно, к отношению с Францией. Спасибо, Володя. Спасибо. Вам спасибо. Екатерина Вячеславовна нам сейчас что-то скажет. Нет, хотела просто Ольга, католонская. Да, пожалуйста. Мы просим прощения у наших докладчиков, мы вот сейчас просим выступить Ольгу Дмитриевну Католонскую, да, на студентку четвертого курса Института филологии МПГУ, с докладом на тему «Усадьба рождественных, жизни и творчестве Магога». Да? Да, Магога. Да, а докладчиков, которых мы пропустили, но которых мы видим, они готовятся к своему онлайн-доступлению, мы, конечно, сразу после Ольги послушаем. Пожалуйста, Ольга. Вот это видно, нормально? Да. Отлично. Ну, я бы для начала хотела немного оговориться, хоть меня определили в секции, посвященном зарубежному литературоведению. Мой доклад посвящен русскому периоду жизни Владимира Владимировича. Начну. Поэтика логуса в современном литературоведении является актуальным направлением исследования. Современные филологи, продолжая традиции Николая Павловича Анциферова, открывают новые аспекты влияния места на личность творчества писателя. Усадебная культура имела свой расцвет в XIX веке, но в период рубежа веков можно проследить особенно острое влияние усадебной жизни и ее утраты на владельца. Для интеллигентской иммиграции покидание фамильного гнезда стало символом потерянного рая. Этот феномен наиболее полно выражен в жизни и творчестве Набокова. Зверев Алексей Матвеевич в своей монографии Набоков описывает петербургский период жизни писателя. Глава Ингрия открывает повествование о ранних годах Владимира Владимировича. Пространство Санкт-Петербурга и Петербургской губернии по-русски в добедровские времена называлось «Ижорской землей». Шведы, владевшие этой землей, пока ее не вернул Россия Петр Первый в ходе Северной войны, именовали реку Ижору Ингрой и говорили «Ингер Монланди». В русско-шведском варианте получилась «Ингри». «Ингри» — это мир детства Набокова. «Ингри» — это мир детства Набокова. С этим периодом связано взросление, становление личности писателя. Именно в связи с этим временем мы можем исследовать историю семьи Владимира Владимировича. Отец Владимир Дмитриевич Набоков был русским интеллигентом по убеждениям западникам и либералам, одним из лидеров Конституционно-демократической партии, пришедшей к власти после февраля 1917 года и членом Временного правительства. Человек высокой культуры, он был невероятно важен для сына. Владимир Дмитриевич был человеком, желающим истинного блага для своей страны, разделял революционные идеи свержения монархии, но не был солидарен с Красными и после Октябрьской революции покинул страну со своей семьей. Мать Набокова Елена Ивановна происходила из знатного рода Рукавишникова. Хотя дворянский титул ее отец, золотопромышленник Иван Васильевич Рукавишников получил только в 1883 году, он был благородным человеком. В Рождествене он открыл школу, больницу, построил церковь, занимался благотворительностью. Родители будущего писателя познакомились на рыбалке на реке Ордиш, которая протекает между тремя усальдами Рождественного, Батова и Вырской мызой. Уже через несколько дней на велосипедной прогулке Владимир Дмитриевич сделал предложение «Руки и сердца» Елене Ивановне. Как раз сейчас на слайде мы можем увидеть позу из англоязычного издания книги воспоминаний Владимира Набокова «Память говори», на которой он изобразил карту этой местности. Вот в дельте реки Ордиш изображена усальба Рождествена, на севере Батова и на таком, можно сказать, полуострове Ливырская мыла. Сама усадьба Рождественного была построена в 70-е годы 18 века. Тогда ею владел надборный советник Николай Ефремович Ефремов. Соседями Ефремовых были Релеевы, они владели как раз усадьбой Батова. Декабрист Кондратий Релеев, один из пяти повешенных после восстания на 17-й площади, он гулял по тем же аллеям, что и позднее Набоков, вдохновлялся той же природой при написании своих стихов. В этих местах даже состоялась дуэль Пушкина с Релеевым из-за слуха, что стихи эпиграммы Пушкина так раздражают российскую власть, что молодого злословца вызвали в тайную кателярию и там примерно высекли. Релеев поддержал этот лживый обидный слух и Александр Сергеевич бросил ему перчатку. На дуэли Релеев стрелял первым, но промахнулся, а Пушкин выстрелил в воздух. Сменив несколько хозяев, усадьба Рождествена больше чем через сто лет попала во владение Рукавишникова. Сперва в 1873 году Ольга Николаевна Рукавишникова стала хозяйкой зырской мысли. Эта усадьба досталась ей по наследству. А в 1890 году Рождествена приобрел ее муж, действительно статский советник Иван Васильевич Рукавишников. Это как раз тот золотопромышленник, о котором я говорила немного ранее. Из девяти детей Рукавишникова, кроме Елены, матери Набокова, живых остался сын Василий. Он в 1901 году после смерти отца стал наследником Рождествена. В 1896 году в Ирскую мысу родители отдают преданное своей дочери Елене Ивановне, выходящей замуж за соседа по имению Владимира Дмитриевича Набокова. Набокову в то время принадлежала Батова, уже после Рылеевых. В романе «Память говори» Владимир Владимирович Набоков рассказывает. Лет через 20 после казни Рылеева Батова выкупила у казны мать моей бабушки со стороны отца, Нина Александровна Шишкова, впоследствии баронесса фон Корп, у которой затем в году в 1855 его перекупила бабушка. Двум выращенным детьками-гувернантами поколением Набоковых знакома одна тропка в лесах Забатова, знаменитая тропа Висенника, так называли Рылеева, в свете предпочитая это прозвание декабристу или бунтовщику. Легко представляю себе Рылеева среди зеленого плетня наших лесов, плетений наших лесов, гуляющего, читающего, то были романтические блуждания в духе его века. И также легко воображаю бесстрашного лейтенанта, обличающего деспотизм на холодной Сенатской площади перед своими товарищами и озадаченными полками. Владимир Владимирович хорошо знал историю своего рода. На велосипедных прогулках отец часто рассказывал ему о родственниках и об истории имений на Оридеже. Союз Владимира Дмитриевича и Елены Ивановны был сочетанием интеллигентных людей, для которых ценным было качественное образование детей. Поэтому Владимир Владимирович с детства был юридированным мальчиком, владел английскими и французскими языками наравне с русским, занимался литературным творчеством. Летние месяцы семья проводила в Мызе. Именно в усадебных парках Набоков обрел одну из главных страстей своей жизни – бабочки. Вот как автор описывает свою первую встречу с бабочкой в других берегах. Началось все это, когда мне шел седьмой год. И началось с довольно банального случая. На персидской сирене у веранды флигеля я увидел первого своего махаона. До сих пор ооническое обаяние этих голых классных наполняет меня каким-то восторженным гулом. Великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах с попугайчим глазком на каждый из парных черно-палевых шпор свешивалась в наклоненной малиново-лиловой грозди и, убиваясь ею, все время судорожно хлопала своими громадными крыльями. Я стонал от желания. Один из лук, тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом выряд, ловко поймал бабочку в форменную фуражку. Эта фуражка с добычей была заперта в потяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина. Но когда на другое утром мадемуазель отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка с мощным шорохом вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя Ирея, уже стала превращаться в золотую тучку. В 1916-м Рождествено Набоков испытал чувство первой любви. Возлюбленной стала Валентина Шульгина. Ее семья жила на даче в Рождествено, в деревне, и все началось с футбола. Вадиму, старшему брату Валентины, требовался галкипер в команду, которой предстояло играть с любителями из Северской. Это как раз станция, на которой находились усадьбы. Галкиперу недавно исполнилось 16, девочке, которая разглядывала его, сидя на яблоне, было годом меньше. У них завязался юношеский роман, Набоков серьезно думал о женитьбе сразу после окончания гимназии. Однако все сошло на нет, как-то само собой уже в следующую зиму, сделавшую всего лишь томительными и нежными воспоминаниями недавней встречи в лирических аллеях, деревенской глуши, по шорох листьев, шуршании дождя. Последняя встреча была случайной, мимолетной, при городном поезде 17-го года. Остались в памяти запах горящего торфа и додлевающий закат. Было еще несколько писем от нее, адресованных на морскую в Петербург. Морская это улица, где находилась основная квартира Набоковых. Письмо из полтавского комиссии, куда она уехала к отцу непостижимым образом полученных в Ялте, а также адресованных в Ялту, но уже не полученных. Эта история описана в других берегах, где девушку зовут Тамарой. Также эта история легла в основу первого романа Набокова-Машенко. В 1916 году умер дядя Набокова Владимир Рукавишников, который как раз наследовал в 1901-м Рождествено. Его называли между собой дядя Рука. Он оставил племяннику многомиллионное состояние и усадьбу Рождествено. Набоков на деньги, полученные в наследство от дяди, печатает свой первый сборник, который так и назывался, стихи. И он включал в себя 68 стихотворений. Всего год Набоков успел провладеть имением. После Октябрьской революции 1917 года семья переехала в Крым, а затем в Европу. Интерьер усадьбы врезался в память Набокова. В воспоминаниях память говори он пишет. Особенно ясно помню прохладу и звучность дома. Шашечницы каменного пола вестибюля, 10 фарфоровых кошек на полке, саркофаг и орган, небесный сверху свет и верхние галерейки, красочный сумрак таинственных комнат и глядящие отовсюду распятия и гвоздики. Навсегда в память писателя усадьба осталась как место светлого детства, стала символом утраченной России, потерянного рая. В поре после эмиграции Набоков написал стихотворение «Домой». На мызу, милый, емщик, вожою овода прогонит, И с Богом жаворонок тонет в звенящем небе, И великий, свежий, светил мир, омытый недавним ливнем. Благодать, благоухание, что гадать, все ясно, ясно, мне открыты, Все тайны счастья, вот оно, сырой дороги, блеск лиловый, По сторонам то куст ольховый, то ива, то ива, Бледное пятно, усадьбы дальней рощи, Нивы среди колосев бусильки, Зеленый склон, изгиб линивый, Знакомой тенистой реки. Скорее, милый, ракочет мост под копытами, Скорее, и сердце бьется, и сердце хочет взлететь, И перегнать коней. О, звуки, полные былого, мои деревья, Вечер мой, и слезы чудные, и слово непостижимое. Домой. В этом стихотворении еще не чувствуется понимание автора, Что родина покинета навсегда. Заметно лишь, что поэт соскучился по дому, Где природа заставляет сердце трепетать, А дом дает чувствовать себя счастливым. Сегодня сохранилась только усадьба Рождествена, Где находится музей Набокова. Батва сгорела в 1923 году, А Вышская мыза в 1944. В 1995 году пострадал от пожара И усадебный дом Рождествена, Но его удалось реконструировать, Потому что сохранилось много снегов. В этом году усадьба снова закрылась на реставрацию. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Замечательный у вас доклад. Мне очень понравился. И как на боковеду тоже. И вот я вот, знаете, думаю сейчас, Действительно, Набоков, Насколько же он был берем Всем этим своим русским домам. Он был бы и нужным. У него просто не было, конечно, Выбора лежать, не лежать. Вот в его случае, Отец на такой высокопоставленные должности, Но он же никогда не был Заграницей своего дома. Плоть уже до последних лет жизни, Когда у него огромное состояние, Он живет в Швейцарии, И он там снимает несколько номеров гостиницы. Шикарные документы, Но это не его дом. Вот это удивительная верность, Действительно, память. Там может Олег Иванович что-то уточнит еще. Олег Иванович особенно Набоков и неравнодушен. Да. Меня потрясает. Я смотрю действительно на эти сейчас дома, Это даже мне Спаская Лутарина немножко напоминает. Вот. Я думаю, вот это, конечно, Действительно, Память говорит, Что это все в его воспоминаниях. Там все для него категория памяти важнейшая. И то же самое, кстати, о первой любви. Вот вы назвали Машеньку, Вы назвали Другие берега, И то есть удивительное стихотворение, Первая любовь, Которая начинается со строчек в лицве, Грезовая, Осиновая, В конце аллеи у мазка. И там вот он воображает эту свою встречу С первой любовью, До которой уже называли, И как он после гимназии жениться, Конечно, хотелось бы представить. Но самое главное, И все давным-давно просрочено. И я молюсь, и ты молись, Чтоб на утоптанной обочине Мы в тусклый вечер не сошлись. Это он так обращается Своей первой любви. И что такого страшного Своей первой любовью видеть? Нет. Вот именно это все запаховано В капсулу воспоминаний. Вот как и эти дома. Что бы там с ними, Как бы их там не реставрировать, Это уже все другое. Его воспоминания в этом континууме. И первая любовь, Какой она была в его гимназическое время. И вот эти все дома в своем провожданном виде. И память, это как, Вы знаете, он режиссер Своей собственных воспоминаний. Может даже там что-то Немножко так подсветить. Да, но чтобы там все оставалось Как на кинопленке. Это очень важно. Вот, ну, больше я вот Кроме нового Такой именно концепции Никого не помещаю. Он вот мне сейчас Вот это тоже уже напоминает Конечно, его работу с бабочками. Эту коллекцию бабочек. Да, вот они вот Вот эта запечатленная Такая красота. То же самое И с процессом воспоминания. Смотрите, Она у вас удалось побывать Вот там, вложить. Нет, я там не бывала. Да, деставрация закончилась. Я тут и фильм смотрела недавно. Как его сестра Ехала еще в советский Петербург. Значит, и как она там прорывалась Она с подружкой своей была Дом, где они раньше жили. А в этом доме Их не пускали. Она говорит Ради Бога, пустите меня Я хочу, вот мы наши окна Просили смотреть Но потом подружка Вот стояла И только сестра была Вот, они, ну Братки там в концлагере сложили Ну, а он, соответственно Он даже тот, кто не хотел Я об этом писала Кстати, о Ленине Да, да, да Потому что это все уже, это не его Да, это не его Ну, тут все ясно Да и вообще В общем, он это не Не те, кого здесь ждали Как ждали Горького Куприна Его здесь не ждали Конечно И вот удивительно Что и сестра И вот его сын В этом фильме То есть они дали Это интервью Они там показывали Мужчинец уже был Вот у всех Вот такое Грассирующее Грассирующее Промощение У всех То есть голос Один и тот Красный Поставленный голос У всех Ну, сын вообще Вот этот фильм И вот на них Смотришь И перед тобой На бок Вот они действительно Все Вот такое Действительно Рогонитное Семейство Они вот все Как на подбор Кровь Да, хороший выбор Для научной деятельности Но и ко многому Обязывающий Когда я работал с архивом Мне попалось На него Поэму Не подвлекование Под названием Дворина Наверняка Он писал Эту поэму Думая Двое Дружку Ну Потом Он написал статью Двое Против 12 Ааа Вот так Потому что Все они были Возмущены Ну Вы у нас Обсуждали Оказывается Девочки На диалоге Мы с вами Не были Когда Там Вчера Вчера Там Сергей Владимиров Да Там Кажется Вчера Ну Война Война И Статья Нашла Нет Мы там Придашли Очень интересно Высказывали Конфор Конечно Сафора Администрирована Но вот она Как-то Больше всего Полюбилась Что Вовра Это Христай Это Двух Себя И Вот Эти 12 За Небольшим Это Конечно Нет Но там Другое Все Тоже Такое Традиционное И вот он идет с кровавым плавом А они Вот за ним Как бы его ведут Вот на расстрел Или на распятие Я помню Хоть училишь В школе Наизусть Но я Как бы Своим сердцем Не мог Принять Ни одну Версию Как Гиппиус Просто потрясен И думал Неужели он это Написал Больше А я Читала У меня Два Паша Сказали Что Он Во время Чтения 12 То есть Написали 12 Читал Пауска И у него Даже Вот этот Пес Безродный С Некоторой Такой Отсылкой К Этму Кузову Батюшки Вот я Вчера И второй Факт Что Вот Дмитрий Читал Сестра 12 И он Ее Водил К этому Актеру Эксцентрику Савоярову Чтоб Она Училась Вот Читать Вот Такая Голыба Босянская Такое Почтение Должно Вчера В том числе И о влиянии Городского Романка Жестокого Романка Вот так Нам все Приглотнем Даже вспомнили Вчера Песню Год в стул Вчера Ну Потому Что Это Близко Да Да Здесь Согласен Да Так Ну Это Было Небольшое Вирическое Отступление Хорошо Что Заплат Не будет Так Что В качестве Некоторых Реклама Вы Смотрите У нас Это все Будет Выкладываться Наши Дорогие Друзья Смотрите Наше Обсуждение 12 И других Проявлений В рамках Читательского Круга Диагога Ну А у нас Мы объявляем Следующего Если у нас Вопросов Нет Значит У нас Сейчас Значит Вот у нас Присутствует Онлайн Анна Леонидовна Гуменова Да Она А Лебедева И Кирина Юрьевна Я так понимаю Нет Но они Вместе Вместе Да Это Это Мировая Мы Объявляем Анну Леонидовну Гуменову Старшему Научному Сотруднику Института Мировой Литературы Имени Борького РАМ И Екатерина Юрьевна Лебедева Которая Принимала Участие В подготовке Этой Работы Младший Научный Сотрудник Научно-отраслевого Архива Института Археологии РАМ И доклад На Тему Стране Моей Англии Легендариум Толкина Как локальный Английский Текст По материалам Черновых Произведений Толкина Пожалуйста Анна Леонидовна Слушаем вас Так Дорогие коллеги Скажите Меня слышно? Да Да Слышно Да Слышно Давайте я сейчас Попробую подключить Презентацию Но если это не получится То Ничего страшного Да Так Скажите Сейчас видно Презентацию Нет? Да Ага Только не могу понять Как ее листать Но попробую А вот вижу Ага Так Дорогие коллеги Ну вот да Говорить буду я Потому что Моя Соавтор Не смогла Сейчас К сожалению Подключиться Я буду говорить О легендариуме Толкина Но С опорой На научное творчество Анциферова Потому что Как показала практика Такое восприятие Наилучшим образом Подходит для Чтения Толкина Или для Фэнтези В целом Ага Ну Собственно говоря В своих работах В первую очередь В статье Историческая наука Как одна из форм Борьба за вечность Но и в других Как например В трилогии О Петербурге Которую Сегодня Упоминала Дарья Сергеевна Московская О Других Брошюрах Об экскурсиях Николай Павлович Анциферов Говорит Об особой роли Человеческого воображения Для восприятия мира Я цитирую Плохтов историк Который совсем не поэт Который не способен Ощутить действенное бытие Легенды Связанное с историческим местом Итак Легенда Рассматривается Как истинное Суигенерис событий В жизни души Человечества Независимо от того Имело ли оно Фактическую основу В жизни внешне Вот обратите внимание Вот это отсутствие Фактическая основа Собственно говоря В статье Федоров и Анциферов «Преемственность идей» Дарья Сергеевна Московская Подчеркивает Связь Легенды И истории Она пишет Вера предков Смогла Преобразить этот город И поэтому верующие Может быть Никогда не умирали Они действенно Вмешиваются В сегодняшнюю историю И земля Говорит их голосами В людской вере Предание Обрело Подлинное Историческое бытие Вера В людской Легенда Превратилась В исторический факт Влияющий На ход истории Анциферов Историк Считал Методологически Важным Не отвергая Низких истин Обратиться К силе Возвышающего Обмана Легенды Которую Законила Человеческая Вера И в этой Вере Получившая Историческое бытие Речь Идиот К сожалению Есть проблемы Если я включаю Презентацию Я не могу понять Не отключилось ли У меня есть небольшие Проблемы со связью Сейчас уже слышно Сейчас восстановилось Так А долго было Не слышно На каком моменте Превратилось Не долго Не долго Вы продолжайте Слышно вас Ага Хорошо Так Ну собственно говоря Вот здесь идет Конкретно О посещении Апостолом Петром Рима Который Как мы помним Анциферов В статье Историческая наука Пишет Что его Что его не было Такого Посещения Но люди В это уже Настолько верили Что уже можно считать Что оно было Возможно ли Перенести это отношение На произведение Ну в данном случае Фэнтези Или близкое к тому Где историческое место Вымышлено Или же Где легенда Еще не сложилась В человеческой вере А существует Так или иначе В воле автора Возможно ли Сработничество Троих участников Автора Как создателя Вот этого локуса И легенды Персонажа Который проживает Эту легенду В историческом месте И читателя Который принимает Это благодаря Вторичной вере Если обращаться К термину Толкина О готовности читателя Поверить произведению И И соответственно Читателя Который полюбит Эти образы Входит в сопоставление С Вымышленными местами Ощущает над собой Их власть Я цитирую здесь слова Николая Павловича Анциферова Из брошюры Теория и практика Литературных экскурсий Где он говорит Разве незаконно Желание читателя Полюбившего Эти литературные образы Войти в соприкосновение С теми местами Которые вдохновили Писателя Ощутить над собой Их власть Здесь мы можем Вспомнить выражение Легенда местности И оно Вот для Такого рода Анализа Должно стать Ключевым В статье Уже упоминается Сергей Сергеевна Московская Николай Павлович Анцифер В историке Теоретик литературы Находится Прекрасная формулировка В свою очередь Пробуждающая воображение Легенда местности Живет в камнях Которые воистину Вопиют И доселе Вот кстати Вот это Камни вопиют В властелине Колец Толкина Воплощается Буквально благодаря Фантастическому повествованию Причем При чтении у нас Благодаря Вокопомянутой Вторичной вере Не должно вызывать Сомнения То что Во всяком случае Один из персонажей Находясь на развалинах Древнего города Буквально Слышит эту легенду Он говорит Я слышу только Как камни Оплакивают Там ушедший народ И причем Речь идет Именно о камнях Которые сохранили Воспоминания И могут их Передавать Разумеется Толкин Ну как Как Медиевисты Как Человек Любящий Англию Любящий Города Путешествия Не мог Не думать О реальных Исторических Камнях Не мог Не чувствовать Той же Жажды Вопиющего Камня Той жажды Которая В реальном мире Но строго говоря Нереализуема Так как реализуемо Фантастическое Произведение Ну то есть Собственно говоря Для метода Анциферова Характерно такое понятие Как легенда местности То что живет Одушевляет место Пространство Представление о локусе Которое Сложилось благодаря Вере людей В легенду этого места Благодаря художественным Произведениям Благодаря истории И поэзии То есть Вот это действенное Бытие легенды Вспомним Которое Может не иметь Буквально Исторической основы В книге О Петербурге Были и миф Петербурга Анциферах Рассуждали О Проявленном Пушкином В медном всаднике Мифе о создании Петербурга Пишет Пушкин предал Творимой легенде В форму Законченного мифа Миф заключается В освещении Исторического события Ну то есть Анциферах там Показывает Как Пушкин Прозревает Космогонический миф В истории Петербурга Этот миф Появляется Таким образом Более чем Через 100 лет После создания города Но оказывается Благодаря прозрению Пушкина Случай Петербурга То есть Спящий До того времени Миф Пробудился Когда Пушкин Писатель Его поплатил Это Многое Можно сказать Об этом сказать И о Властелине Холес Толкином Во всяком случае Во многом Это такой Если не миф То мечта Об Англии Увиденный Проявленный Толкином В истории Английского языка Английской литературы На всем Ее проявлении Но я здесь Отсылаю К монографии Исследователь Дворчества Толкина Томаса Шиппи История Дорога Средиземелья Конкретно Главе И кланились Окцы Наших Незнаний Камням И Кронам Где он Показывает О цитатах Из английской Литературы И как они Раскрывают У Толкина Итак Одна из проблем В изучении Творчества Толкина Это специфическое Состояние Его наследия Особенно Если мы говорим О его так называемом Легендариуме Произведениям Посвященным Миру Средиземья Вот я здесь Удержалась От желания Сказать Вымышленному Миру Ниже Я скажу Почему Хотя Разумеется Это фантастическое Произведение Широко Известно Широко Известно Слова Толкина О Изначальном Его Изначальном Намерении Я боюсь Что с презентацией У меня все-таки Не получается Видно А второй слайд Прекрасно Самое смешное Что его не вижу я Но ничего Совершенно Не мешает Его Изначальном Намерении Создать Циклы Более-менее Связанных Между собой Легенд Я цитирую Ну вот Которые Я мог Посвятить Просто Стране Моей Англии Вот отсюда Мы взяли Название Доклада Ему Должны быть Присущи Желанные Мне Тон И свойства Нечто Холодное И ясное Что дышит Нашим Воздухом Климат И почва Северо-запада Под коими Я разумею Британии И ближайшие К ней Области Европы То есть Вот это В сущности Легенды Это Локальный Текст Он должен Обладать Свойствами Его страны Англии Вот этих Островов Да Его Работа Толкина Над легендариум Занимает Без преувеличения Всю его Жизнь С молодости Это Семнадцатый Год До Ну то есть В семнадцатом Году Первое его Произведение До смерти В семьдесят Третьем Году Толкин Примерно Современ Конциферов Родился На три Года Позже Но там Значительно Его пережил Да Мы в основном Знаем Произведения Изданные При жизни Толкина Главным Образом Сказку Хоббит Ну Роман Или роман Эпопею Гластелин Колец Ставший Основом Для многих Произведений Фэнтези Цикл Стихотворений Разного Времени Вышедший Уже После Гластелина Колец Возможно Мы Знаем Сильмариллиона Черновикам И частично Наброскам Сборникам Легенд Уже После Смерти Толкина Его Сыном Кристофером И во Всех Этих Таких Известных Готовых Законченных Книгах Практически Нигде Ни в одной Не поднимается Вопрос Где В чем Собственно Говоря Вот это Посвящение Стране Моей Англии Какое Отношение Эти Произведения Имеют К любимой Англии Толкина И вот Картина Меняется Если Мы Обратимся К черновикам Толкина Опубликованным Кристофером Толкином С минимальной Обработкой В приблизительно Хронологическом Отчасти Тематическом Порядке То есть Это даже Не черновики А во многом Наброски Которые Надо сказать Составляют Такие полные Хорошие 12 Или 13 Томов Я жалею Что здесь нет Коллеги Екатерины Лебедевой Которая Сказала бы Это более точно Говорят Было Намного Больше То есть Просто Вот Чтобы Вы Представляли Это Огромное Огромное Количество Черновиков Из которых Буквально Остается Ну 2-3-4 Законченных Текста Первые же Два Тома Первые же два Тома История Средиземья Показывают Нам Поиски Толкином Этой Связи Между Его Легендариум Видимо Уже Любимым И Англии Рассказчик Эрел Имеющий Имя Эльфвине Причем Образ Этого Рассказчика Останется С Толкином Опять-таки На На Всю Его Жизнь Кстати Эльфины Это Реальный Персонаж Увоминающийся В древних Английских Хрониках Персонаж Вот этот Путешественник Который У Толкина Оказывается На чудесном Острове И слушает Там Рассказы Эльфов О неких Таких Произошедших Легендах Вообще Вот то Как Образ Этого Рассказчика Как Сама Форма Этих Рассказов Меняется От Семнадцатого К семьдесят Третьему Году Это Повод Отдельного Анализа Абсолютно Отдельного Это действительно Интересно С точки Звучит Именно С точки Зрения Композиции Текста С точки Зрения Внутреннего И внешнего Текста Кстати То Что В Изданных Произведениях Толкина Тоже Практически Потерялась Однако С самого Начала И очень Долго Задана И очень Долго Продолжается Тема Путешествий Непременно От Британских Островов Непременно На Некий Сказочный Остров Остров Легенд В одном Из вариантов Объяснения При этом Обитатели Острова Говорят На Среднеанглийском Потому Что Они Исконно Жили В Англии Полюбили Ее Уплыли Оттуда Некоторые Места Своего Острова Назвали В честь Мест Англии И мечтали Эльфы Туда Вернуться И Снова Посадить Репленд Волшебные Деревья Понимаете Вот эта Идея Возвращения Сказки Ну Понятно Что тут Соответственно И Скандинавская Вот это Возвращение Играющих В тавлеи Все Такое Прочее Прекрасное В Произведениях Написанных Между Хоббитом И Властелином Колец То есть Работа Над которыми Ведется Одновременно С Властелином Колец Сейчас я попробую Переключить На Третий Слайд Это Два Произведения Не видно Да Видно Видно Ага Виден ли там Список Хоббит Утраченный Путь Это На Третьего Слайда Вот На Третьего Переключите Вот Это Есть Некая Проблема Есть Да Соответственно Треть седьмой Хоббит Просто Обратите Внимание Кстати Если Интересно Можно Сравнить С временем Написания Например Анцифером Его Мемуара Хоббит Я просто Хочу Подчеркнуть Это Современники Это Просто Абсолютно Современники Причем Идущий Явно От Одних Корней Вспомним Хотя Вернон Лин Хоббит Утраченный Путь Одновременно С Треться Седьмого До Сорок Девятый Идет Работа На Властелином Колец Внимание Кстати Если Интересно Властелин Колец Выходит Через Пять Лет После Окончания Токеном Над Ним Работы То Есть Вот Эта Дата Выхода И Дата Окончания Дата Написания Не Совпадает И В середине Работы На Властелином Колец Записки Клуба Мнения Хоббит Властелин Колец Завершенное Произведение Утраченные Пути Записки Клуба Мнения Не Завершенное Оба Этих Произведения Ну Собственно Говоря Кажется Если Не единственные Одни Из Немногих По-моему Чуть Не единственные Появляются Образ Современной Токену Англия Утраченный Путь Персонажи Отец И сын Должны Путешествовать Во Времени Через Время Это Современники Толкина Через Память Предков Через Пары Таких же Отца И сына Либо Через Древний Английский Период К Атлантиде Которую Толкин Называет Нуминором Либо В обратном Порядке Начинать От Атлантиды Идти Уже Через Древний Английский Период В Наше Время Это Не Реинкарнация Это Переселение Памяти Через Схожие Пары Мы Помним Об Огромном Увлечении Темой Атлантиды На Ребен Исследователи находят параллели между Нуменором Толкиным и атлантами Аэлиты Толстого. Вероятно, там просто имелся общий источник. То есть конкретно, скорее всего, эта книга Скотта Эллиота об Атлантиде, потому что она переводилась на русский язык с предисловием Александра Синетта. Ну, собственно говоря, это тоже могло быть отдельным исследованием, которое вот сейчас пока. Так, утраченный путь. Переключился ли слайд? Сейчас четвертый слайд. Четвертый. С цитаты начинается, да? Простите, что переспрашиваю, правда, немножко проблемы со слайдик, к сожалению. Вот видите, да? Персонаж смотрит на знакомый склон и видит его, обратите внимание, его в каком-то другом времени, в другой истории. То есть он видит не себя в другом мире. Он видит место свой, английский слон, английский склон в другом времени. Вот он говорит, зеленые склоны, грохочут волны у берегов Белерианда, да? Он называет название из легендариума Толкина, но смотрит он на английское побережье. И интересно, что вот в другом наброске уже вот, собственно говоря, вот тут примерно рассказ о том, как должен был бы выглядеть этот сюжет, вот эта история. Надо сказать, что да, она повторяется у него несколько раз. Ну, соответственно, видно, кстати, интересно, что в этом же тексте появляется тема порлока как некой основы, откуда они отплывают. Порлок – это понятно, это точка нападения викингов на Британские острова. То есть, собственно говоря, вот этот мотив рухнувшего прежнего мира, из которого и происходит это плавание в Англии. Ну, помним, вообще, порлок – это такая довольно значимая тема. Помните, в Кублехан там человек из порлока тот, который прервал грезы? Толкин вообще в традиции. То есть, вот мы видим, что английские скалы и побережье становятся вот этим поводом для грез, для возможности увидеть старинные легенды. Это же связано с, оказывается, связано с Ирландией. Герой отлывает из Британских остров, из порлока, а возвращается в Ирландию. Здесь Толкин, видимо, и туда приносит легенды. Здесь Толкин, в общем, тоже абсолютно в традиции. Ирландия, как некий такой особый приемник легенд. Вспомним ей, да? Итак, текст записки Клуба Мнений, тоже текст про Англию и Нуменор или Атлантиду. Но все действие начинается в Оксфорде, вырастает из разговоров ученых о реальности и воображении. Знаете, вот в определенном смысле, если смотреть на тему легенды местности и все, что с ней Иван Цитирова связанного, это роль воображения, памяти, в сущности, получается, что это своего рода такая историческая наука, как одна из форм борьбы за вечность Толкина. Потому что герои постоянно об этом говорят, о том, что вот как бы путешествовать в прошлое, как бы получить доступ к истории предметов, я цитирую, чьи пути в определенной точке времени и пространства пересеклись с путями моего тела. Сознание пользуется памятью тела, может ли оно воспользоваться чужими воспоминаниями или скорее фиксацией событий, там, рекордс. То есть вот это желание, опять-таки, реально получить доступ к истории. Вот эта граница, которую с помощью фантастических, фантастических может быть преодолена. Не знаю, переключился ли сейчас вот слайд. Да. Переключился? Пятый слайд. Пятый, да. Спасибо. Вот, собственно говоря, тема, появляется тема мифа. Не миф растворяясь становится историей, но наоборот, реальная история приближается к мифу в прошлом, становясь более стройной, простой. Если угодно, она становится, вот история, уходя вглубь, становится более поэтической и менее прозаической. Опять-таки, легенды не только плод воображения. Вот фактически чуть ли не схожий текст. Я думаю, что никто из вас не осознает силу, мощь великих мифов и легенд, которыми они обязаны в глубине чувства восприятия, породивших их укорененности во множестве умов. Вот она, эта вера анциферская, та, которая была и в Риме. Естественно, что они думают, каким образом просматривать, вернуться в камелод. Естественно, это Англия. Что было бы такого рода приключением? Как это лучше бы сделать? Опять-таки, а что делать, если этого места нет? Если бы вы из камелота, после того, как обнаружили его точное местоположение, отправились в другие места на карте легенды, в большинстве случаев вы бы обнаружили, что дорога какая-то расплывчатая. Вот эта проблема литературного локуса, которую, я напоминаю, в художественном произведении Толкин вполне себе видит. Дальше начинается достаточно длинный рассказ двух героев о путешествии. Я его приводить уже не буду из-за недостатка времени. И, собственно говоря, это не так важно. Герои путешествуют по конкретным местам, начиная с Корнуэла, через Деван, Байтфорд, путешествуют на Южный Уэльс, на остров Маут-Шотландии, Голую, и возвращается, разумеется, в Порлок. Потому что именно вот там, причем Толкин, это очень там... Ну почему Порлок? Это же какой-то такой простой городок. А вот сейчас вы узнаете, почему. Ну и дальше, разумеется, рассказ о Древней Англии. То есть, я еще раз, собственно говоря, подчеркну еще раз. Топийский клубом мнения пишется ровно во время работы Толкина над «Властелином колец». Это цельный кусок работы. Его легендариум тот же самый, что и во «Властелине колец». Но минор Атлантида во «Властелине колец» тоже упоминается. Виден в этой незаконченной повести такой напряженный поиск в Толкином пути для воображения, для легенд, желания найти корни легенды. Вот что это такое, эти легенды? Память предков, память места, память языка, память литературного произведения. Но в итоге герои выдвигают разные версии. В итоге видно, что они ищут всеми способами и прикосновением к камням, и прикосновением к текстам, и собственными сновидениями. В итоге текст не завершен. То есть Толкин как бы оставляет для себя, видимо, все варианты. Таким образом, в истории литературы получился интересный казус. Если опубликованные произведения Толкина стали основой для так называемого, я не очень люблю это определение, но оно существует, высокого фэнтези, произведений фэнтези, где действие происходит в вымышленном и никак не связанном в нашем мире, или же параллельном нашему, то черновики Толкину, посвященные тому же, собственно говоря, миру, показывают совершенно другую картину. Картину легенды местности, которую Толкин изобретал для Англии. Желаемая Толкином истинное бытие легенды. Легенда, которая не имела подлинного бытия, но тем не менее, пусть хотя бы для него одного, хотя он там и упоминал, что лучше всего грезить вдвоем, но не знаю, что это было для него, была плотно и, естественно, привязана к Англии, к конкретным географическим местам, к существующим легендам, к существующим произведениям, к детским сказкам и детским стычкам. Иными словами, с точки зрения литературы, это было бы то, что называется, простите, низкая фэнтези. Этот термин я люблю еще меньше. И могло бы быть ближе к любому фантастическому и сказочному произведению, где действие происходит в реальном мире только с оживающими легендами. Я заканчиваю. Если сопоставить записки Клуба мнения с исторической наукой, Анциферова, то можно вспомнить, ну, собственно говоря, если сопоставлять вот так, то можно вспомнить и его слова из души Петербурга об общении с гениус Локи, с помощью правильной экскурсии. Причем, я думаю, все помнят эти слова, там сказано так, как если бы речь жила о реальном живом существе, Анциферов пишет. Как же научиться понимать язык города? Как вступить с ним в беседу? Ну, он выдвигает некоторые правила поведения. Тогда явится возможность вызвать беседу с душой города и может почувствовать некое подобие дружбы с ним, войти с ним в любовное общение. Напоминаю, это душа Петербурга, Анциферова. Это не фантастическое произведение. То есть слова Анциферова, это можно с честной такой метафорой или желанием, или в зависимости от каких-то наших убеждений, но в художественных мирах фантастических такой подход может стать внутренней реальности произведения. С помощью такой экскурсии мы, может быть, мы реально сможем вступить в беседу с духом местности, который в фантастическом произведении просто может существовать. Буквально. Мы видим вот это сближение реально воображаемого и фантастического. Благодаря такому сопоставлению двух авторов, очень разных, но при этом они современники и во многом принадлежащие, воспитанные на схожей культуре. Мы помним об увлечении Анциферова английской истории Англии в детстве. Спасибо. Прошу прощения за технические накладки. Большое спасибо вам, Анна Леонидовна. Спасибо мне Екатерине Юрьевне передавайте. Какие будут вопросы? В нашей универсии очень интересный у вас доклад. Здесь возникал циферов, столки, но мы там сопоставили очень любопытно. Так, ну, коллеги, будут какие-то комментарии? Нет? Алексей Владимирович? Да нет, я далек от этой тематики. Да, ну, ладно. Давайте мы тогда представим следующий докладчик с вашего произведения. Ну, в чате вы всегда можете написать наша дорогая университетная аудитория, да, по-моему, а следующий доклад у нас Лю Минзе сделает. Аспиранция дальневосточного федерального университета. тема «Локальный текст в эмигрантской прозе Бунина». В 1927 году заколовок рассказа «Птица небесная» был изменен с пяти пес на птиц небесные. Новая заколовка порождает аллюзии к Библии. Смена названия с очевидностью влечет за собой коррекцию идейного ракурса рассказа. Библейский предекст матафоризирует содержание и заставляет искать в нем символические смыслы, образы и мотивы. Несомненно, первыми в этом образно-символическом ряду оказывается образ птиц небесных. На первый взгляд, образ птиц небесных связан исключительно с образом нищего и убогого сранька луги, о чем, как и пишут современные исследователи. Образ птиц небесных ориентирован на восприятие судьбы нищего больного сранника, по сути юродивого и его бессмертной души, безвременно взлетевши к небесным вишам. Образ душа птиц традиционен, как в целом, для мировой литературы, так и для русской ментальности и русского фольклора, в частности. Образ погоугодного странствующего нищего со всей очевидностью несет на себя цвет еврейской мифологии птицы небесные. Его образ маркирован рядом характериологических черт и семантических значимых признаков. Прежде всего, имя героя луга означает свет, что напрямую связано с его небесной сущностью. Как известно, в XII веке значение имени обязательно учитывалось при крестинах и считалось, что оно осеняет весь жизненный путь его носителя. По утверждению Дынянова в художественном произведении нет никворясь их имен и говорят имена по-разному. Во-вторых, при возникновении в тексте рассказа птицы небесной имени героя луга в сознании актуализируется и имя евангелиста луки, то есть имя героя оказывается говорящими и своими различными гранями, связанными с еврейскими мотивами и ассоциациями. Внешний облик героя предыдущего по дороге низшего и убогого больного мотерирует образ прадяги по святым местам Пелекрима, ранее уже появлявшиеся в стихах Пунина Пелекриму. Пуниным создается узнаваемый образ раннего Пелекрима, вещь типичная для литературных проекций использования уменьшительных уменьшительных ласкательных суффиксов земнишка придает портрет странника еще более семящую малость и мелкость маленький человек в русской и российской литературе. В отличие от Луки молодой герой рассказа не имеет имени собственного. Он безымянен. Он представлен как студент воронов антробомастик в данном случае словно бы внешняя сторонняя ослабленная личностная начала могущая быть обретенная персонажем последствием его персонального имени растушевывается или даже обнуляется. Может показаться, что социальный статус студента имеет положительную аксиологию. оценка добросердественного Луки на будущую профессию студента дело хорошее. А герои доктора казалось бы должны сочувствовать больным людям исходно не верить в страннику подозревает его в омане. Примечательно как мысленно именует студент нищего странника вне собственной прямой речи он видится герою маленьким человеком дурачком тигарем и чертом. Противоположный и поведенческая доминант героев если настрой и поведение студента Воронова отличаются бодростью то Лука наоборот медритель и спокой. Вся речь молодого персонажа исполнена вопросами застыла старик дальний давно в души то и так далее. обилие вопросов студента становится признаком незнания и неопытности молодого человека его неумение разбираться в людях и ситуации в жизни или в эпизоде когда студент советует нищим использовать от кашля селитру Лука не придав видимо ни малейшего значения селитре может быть понимание неизбежности собственной обреченности всякий раз задавая страннику вопрос молодой человек внутренне уже предполагает каким будет ответ но реакции и ответ нищего были студенту не по зубам даже в ситуации отаривания нищего студент жда великой радости но поблагодаря нищий довольно спокойно молодой горой студент как ему кажется знает практически все что лучше что хуже что дальше что ближе что полезнее что глубже он легко подразделяет мир на разные и четко очерченные половинки тогда как странник Лука принимает жизнь всецело во всех ее проявлениях холод не всегда дальняя дорога болезнь не пыгают его он готов к любому исходу ночевать везде можно в заключительной части рассказа становится особенно очевидно что если простой и убогий нищий у Пунина скрытно сравнивается с птицей небесной то материалистически настроенный герой студент относится испугающей темной птицей воронам предвесием беды несчастья смерти именно так и происходит в рассказе материализм и прагматизм студентом Метика Воронова не спасли Луку от смерти его знание оказалось непророческим тружеским обнадеживающим спасительным но прогностически диагностически угрожающим и неизбежным совершая наблюдение над текстом рассказа Пунина Птица небесная можно сказать что фольклорная стихия в данном случае свидая со стихии религиозного мировосознания позволяла писателю тоньше и поэтичнее выразить семантические значимые акценты рассказывая наррации народной точки зрения особенно обостарившаяся в годы парижской эмиграции выходила в его текстах на пердень плана эксплицированная обращением к русскому фольклору прежнему жизненному обыду и знанию обреченному писателям странной юности в пределах отечества извините отечества чуткости к народному народному фольклору помогла Бунину и в ситуации эмиграции аксиологически точно и корректно выражать собственную точку зрения вывелять ее в согласии с опытом обреченном на родине это все спасибо 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 большое благодарим за интересный доклад какие будут вопросы ладно Игоревна нет вопроса по Бунину там интересно про образы птицы я вспомнила и рассказ Бунина из Томна Хали ворох даже там отец главного героя тут ворох там похоже рассказывает так что Люмин З вы знаете этот рассказ ворон из цикла Томной аллеи да да там может быть параллель вы проводите как-то летим Бунин не един к этому образу хищного ворона а там еще отец главного героя он помимо того что с вороном сравнивается то с Наполеоном вот как пингвин такой птичьи образ очень спасибо вот эти птичьи образы мы обычно рассматриваем в Тургеневской прозе там действительно очень много особенно подтворений с розе там это даже образ старухи надвигающегося героя ассоциировался с птичными птицами у меня даже знаете какая есть творческая работа вот эти птицы Тургенева и фичкоповские птицы да у нас там у Тургенева реальные кора что происходит вот здесь еще вот и бунинг я сейчас тоже об этом подумаю благодаря вашему докладу тоже очень очень интересные вот к сожалению прервался бестиарий с уходом Александра Евгеньевича Махова но давай Ольга может быть и продлит шли разговоры потому что ведь ежегодно в РГДУ проводилась очередная конференция по бестиарию участвовали кстати те кто сегодня участвует и МЛИ там вот это было бы там очень кстати как раз я даже делал о птицах у Паустовского тоже такой был доклад вот ну вот не знаю может быть это и возобновится традиция такая где-то выпусков 7 наверное конференций прошло такие творники животные мертвы птичьи мертвы тоже конечно реальные михологические писали вот меня вот интересуют птицы не как там благожелательные человек хотя бы в другом он же там и такие повоюют боробей но у него очень много но он же уже 7 лет ловил птиц да у него такой хоп и от маменьки убежать птиц ловить знаете вот в этом тоже что-то есть потому что ты от маменьки своей убегаешь самую с образом птиц потом ассоциироваешь и птиц ловишь это тоже какое-то здесь мне интересуют птицы вот именно как орудие такое вот подмездие идущего от урока да как например у него это не только старый что он выходит сон ну и хичкока так же там это можно рассматривать как вот именно такое есть старая да 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 матери это очень интересно по разному конечно можно вот птичка красивая прекрасная такое опережение поддержали почему бы по разному так а здесь именно хищное исполняющее такого кармического спасибо спасибо да мы намерили на мысли всякие разные спасибо ну что же мы будем объявлять Владу Иберю я как чувствовал я предложил в конце она будет говорить нет не буду а теперь потом решила в конце Владушка иди к нам сюда с нефтбуком откуда будешь вещать микрофон приместителя у нас же нет этого у нас у нас у нас было и в конце -у это еще демья очень с и о Продолжение следует... 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 где земля начинает шевелиться, вводит в пьесу актуалистические мотивы. Можно провести параллель с трилогией Абальзаминовой, где Смаха Красавина рассказывает легенды о царе фараоне и о Беломараде, свидетельствующей о надвигающемся конца света. Замоскорецкие жители все так же находятся в постоянном страхе за свою жизнь, страхе за то, что сам мир, в котором они живут, может внезапно разрушиться. По основной тяжелой к ней ложится суеверие. Действие пьесы происходит в протяжении одного дня, понедельника, считающегося в народном создании тяжелых днём, несчастливым для любых дел. В таких взглядах поддерживают измоскорецкие жители. К тому же нынче маминку не пускали тятлику в суд, потому нынче в понедельник день тяжелый, а маминка этому очень верует. Ну а тятлику не послушает, так маминку еще больше боятся. Сюжет всего произведения откроется вокруг этого поверья. Сюжетчины, чрезвычайно ему, отправляются в суд, находящийся за пределами замыскворечья, в тяжелом пространстве. А значит, встреча с учительной силой предопределяется изначально. Тракт перед потусторонним миром Москвы в сочетании с тяжелым днём заставляет достать и подкрать ему тревогу. Что-таки в Кипич не ездит, у меня сердце линобейство. Хочу, что я не обманула героиню. У Брускова происходит конфликт с Прусовым. По ее мнению, эти птицы на самом деле случаются в понедельник с учительной силой. Что же делать-то, батюшка, грех попутал. Уж видно, без как-то бутику благородия, вдруг это под суду. И действительно, в сторону с Прусовым приходят в мамины рощи, в тяжелом пространстве. Что и приводит к встрече с бедом. Конфликт с тяжелым употребляется островскими гораздо шире, применительно ко всей эпохе. Такое определение впервые возникает в трилогии, временно-кинической, боящейся сбегающейся конца света. Времена-то такие тяжелые. Эта черта прозаотопа получает развитие от песни тяжелые дни и ложится в ее название. Мотив тяжести жизни возникает в репликах мудровой достатей панкратами. Тяжело-то на свете жить, уж как тяжело. Данная мысль восходит к народным верованиям, что находится отражение в пословице. Тяжко-то на свете жить, тяжелых средств зала за ней. Жизнь изначально представляет собой тяжелую должность. Такое воспринимают и обитатели окраина. А предел заданий достигается из-за богатства, воспринимаемого героями как скандалы. Можно привести пара из пословицей. Деньги, что к обеде, тяжело даже шулажать. Заглавие пьесы в своем сочетании употребляется во множественном числе, что позволяет говорить о свойствии с наступом удовлетворяющейся к личности времени, превращающейся в контексте мотива тяжести жизни в порочный круг страданий, с которого для героев нет исхода. Можно заметить, что с мотивом жары, трилогия о вальтамине, где Ничкина мучается из настоящего зла. В обоих случаях, что мультфоренские жители не хотят их собственным существованием. Мотив тяжести жизни может толковаться как экзистенциальный страх, страх перед огромным страхом миром, не укладывающимся в ограниченное понимание обитателя права, и потому таящим постоянную угрозу для них. Боятся герои непоятных слов, порождающих в создании пугающие ассоциации. Разума у меня немного, сообразить наших слов не могу. Мне целый день и будет представляться. Мудро, просуждая себе слововое положение, слово «металл» приводит в сроки из отзыва Габриила Романовича Бержавина на смерть князя Бещерского. Глагол «бремен», «металл» — взвод. Это значит «сударыня», каждая секунда приближает на скандровку. В народном сознании металл, как предмет холодный, неподвижный, противопоставляется живой природе, символически соотносится с миром мертвых. Поступает атрибуты нечистой силы, чем можно объединить страх природы. Более того, слова «металл» и «бон» могут обозначать «бон» манер, что вызывает еще ряд ассоциаций. Деньги, как изделия из металла, воспринимают их мертвых вредскими жителями как элемент потустороннего мира, чем и объясняется страх героев предбогатства. Ну и хоть и деньги проклятые, я их не деятельно не боюсь, а потерение проклятые подчеркивает связь денег с начинкой силы. В контексте этого представления, самая буржуазная эпоха, в которую богатство все более проникает, ведь людей обретает семантику потусторонности, может трактоваться как время перед надвигающимся концом спеца. Такое понимание тяжелых времен соотносится с разгадами нички на треформе натурологии. Еще одно слово, неподвластное разуму героини «жуту». Уж я такая робкая, правая, ни на что не похожа. Вот тоже, как услышу я слово «жуту», так руки и ноги не присутствуют. Данное слово обозначает горящую серу, готованную для грешников в аду. Вновь появляется мотив смерти. Героиня охватывает панический страх перед тем, что будет после. Конечно, всем и смертны. Разве кто спорит, что ж теперь заживу, что такие страсти случат? Боязнь неизвестна, но не ограничивается. Лишь страхом перед непонятными словами. Она простирается и шире, перерастая в боязнь смерти, так же выходящих по пределу понимания жилых форецких чиновников. Герои страшат за только кольца света, так и собственную смертью. Всего, что заставляет их преодолеть собственную ограниченность и встретиться в ретон глупых больших миром. В песне «Тяжелые дни» антинамичность восприятия зубоскоречия стирается. Досужив иронически называют события, происходящие в окраине чудесами. Можно также заметить характерные для сказки приемки пропорнизации. Пьет, как 40 тысяч братьев не могут пить, и всякой малостью в заводе Симоваева побольше. Однако, как сказочная часть, остается лишь форма, на которой скрывается саркастическая оценка с точки зрения человека приформенного времени, взятая старая с позиции нового. При форменных пьесах вновь возникает образ нового, как тюрьмы, восходящих в тревоге, где сестер-пюжедовых держатся при прийти в собственные братья. У них нет своей воли, и антиссе не нравятся сваты ему и женихи, как и Андрею Титовичу, предлагаемые ему невестой, если тяжелые дни. И зато субстрия свободы герой сопоставляет свой дом со строки. Дома все одно, что во строке, а самого себя сравнивают с заключенным. Как бы я человек, было тогда другое дело, а то что я такое, арестант какой-то, да еще хуже. Сохраняется и осознание дома, как пространство смерти. В тяжелых днях Наталья Никодоровна, противопоставляя уклады жизни двух семей, отличает атмосферу бежитвы, не кучи тоски, царящую в доме брусково. У нас каждый день веселье, а здесь точно хоронят того, кого. Ей постарше, у нее докажется, тоски бы пропало. Под нам подобным образом, если правда хорошо, а счастье лучше, няня Куритата описывает обстановку дома в Барабоши. Эка тишина точно в гробу, с ума сойдется в такой жизни. Только что проснуться, да все как и умрут опять. Бродишь одна по пустынку, а тут отдых возьмет. Пространство дома характеризуется через мотивы пустоты, тишины, скуп и сумасшествия. Последнее из них отсылает к судьбе Кисельникова, включение. А гибельная атмосфера окраины настолько давит человека, что может даже свести с ума. И в этих смерти становится устойчивым восприятие пространства замоскворечья. Все герои переформенных пьес, набивающиеся из невежественной замоскворечья среды, так или иначе задумывают за смертью. Так мысль о самоубийстве высказывает Андрей Ильич. Что я вам дамитарху, что ли, достался? Что ж мне? На каменный мост держать? Руки на себя наложить, что ли? Продникает образ моста, каменного моста, выходящего в трилоге об изобитии. Скорим образом рассуждается Платон из Ипкин, если правда хорошо, а я все лучше, у которого появляются мысли топить. Кругом меня не образование, обошло оно меня со всех сторон, одолевает меня, одолевает. Ах, пойду бросить, и покинуть. Таким образом, все герои видят спасение от летучего вклада жителей в Платон из Ипкина. В контексте переходного времени осмепляет обыкновение в трилоге пространства. Как на улице с обеспоречиванием рабочих соревнуются со своим соседом-пустоплёсом, в том, у кого жених-дочери по социальному статусу будет путь. И в 7 часов господин-болковник подъезжает. Наезжает. И все они за полчаса ждут у окон. И сейчас, без четверти 7, подъезжают к нашему правительству генералу. В то же время, с москварецкая людьми становится на Писельникову в кучине местом искусства. В финальной репуте пьесы в словах Писельникова возникает важный образ площади. У нас есть место. Оно по нас. Мы же видим с Богом, как люди живут, а мы на площадь торговать, божицы, душу свою не проклятать. Мошенники. Площадь у меняется открытым пространством. Если обитатели окраины всегда старались на витриниках и на москварельниках можно лучше смотреться, Писельников, наоборот, выносит свое нравственное падение на всеобщее обозрение, не утаивая из того, что стал мошенником. Значит, ты в кого-то пригреть хочешь. Мы, естественно, мошенники. Мы все продали. Себя, совесть, теплую дочь продал. В завершение кучины область на площади способствует расширению пространства, не куда-то напарших кольцов и зрение общее для новой пользы. Открытое пространство становится не только местом искусства, но и местом сюда общественности, на тендерии личности. Так, Писельников рассуждает о том, что только до совершения преступления Бог спокойно, как честный человек, здоровался судьи на улице. Вот ведь недавно полчаса каких-то будет. Был я честный человек. Идешь нато по улице, и чего? Тот руку подает, другой подает. Здравствуйте, говорит. На рынок ходишь, в праздник, в церкви стоишь. Что другие, то и ты. Неоткемленно частью хронотопа на Москве всегда изобраз в Москвы реке, обретающем технологическое понимание. И когда реформенных произведениях прослеживается движение в горизонтальной плоскости, выражающей беспособность героев духовной эволюции, то, что в реформенных пьесах движение переносится вертикальная плоскость, выражающая качественные изменения в духовном развитии, однако легативного характера. Турбатурка возит еще целый ряд модных мотивов, кучины, обыта, болота, да, вещь, направленные в вертикальный вектор движения вниз, символически обозначающих духовную смерть, неизбежную в постной зоноскворецкой среде. Таким образом, в реформенных пьесах изменение мировоззрения замоскворецких жителей влияет на хронотопство москворечия. Часть героев по-прежнему разделяет разнообразные суеверия, определяющие законы, по которым существуют окраины. Астронский продолжает ряд модных мотивов, обретающих такое же биологическое понимание, как река в далекомозных предметах. Составляются принципы двойной запаха, стередливости пространства. И москворечия все так же осознаются герои, как подносторонний мир, однако уже не как сказочный, поэтому двойственное сливом восприятие стирается. При этом и прослеживается постепенный переход от сказочного и биологического восприятия, в пространстве постепенно реалистического. То есть мифологический пласт постепенно сходит на место. Спасибо за внимание. Спасибо. Прекрасный доклад. Очень интересный. Спасибо большое, Влада Игоревна. В прошлом вы блистали с темой записки замоскворецкого жителя, а теперь мы перешли на пьесы, прихоженные. Мне очень понравился этот доклад, я начинаю публиковать его, потому что все-таки при всей нашей любви к родной Москве, но и к другим местам, есть все-таки такие произведения более, скажем, фотографические. Тоже замоскворечье у Дилеровского, у Шмелева. А вот здесь было показано действительно по-анциферовски совершенно, то есть именно образ складывающийся тех по отношению к стороне городской, у городской, у городской к замоскворецкой. И миф действительно здесь это так хорошо, мы в кабинете Лосева, а по Лосеве у них всеобщий, поэтому нет какого-то объективного представления о замоскворечье или о Москве, а есть именно субъективные, мифологизированные представления. Прекрасно. Но я предоставляю слово Екатерине Вячеславовне. Да, нет, но мне тоже все очень понравилось, и мне, естественно, интересно, действительно, как вы в этих переформенных пьесах, ну, другие уже несколько, другие, во всяком случае, если они смыслы, то и нуансы другие, акценты другие расправляются. Да, поэтому я вам желаю тоже, если вопросы я не буду задавать, уже, я понимаю, уже в это время, когда уже встали. Ну, да, но тема-то будет продолжаться наверняка, да? Да, ну, вот, посмотрите, действительно, у меня вообще эта работа близка, вот, выявляет, в таком сходном сериале, но разным по уже тональности. Я, вот, например, тут тоже не все пьесы в штабе, я тут учил в этом штабе, но там уже трагедия, да, там, темы такие, даже убийства, самоубийства. И вот интересно, как действительно, вот, дыно этой плоскости, там, был-то в иззаминах, да? А это вот другое. И как вот изменяется смысловая, действительно, наполненность одних и тел, чего-то. Да, да, да. Ну, это очень интересно, и это можно прописать, и это можно не один сделать, как вам, а вот вообще по каждой этой есть, там, что-то, какую-то свою специфику определить. Вот даже вот три здесь вынесены, нужно различия посмотреть, как в той, в другой, в третьей это все проиграли. Одни и те же образы. Меня поражает, конечно, на Островске. И что вот, вроде, ограниченное количество, То в реалии, там, ну, как по-разному в каждой здесь, такая новая окраска получается. Да, да, да. Да, вот это бы очень хорошо показывали. Да, тем более хорошо, что продолжается еще год Островского. И как раз год-то еще не завершился, да, мы все вперед смотрим, а здесь все-таки Влада Игоревна нам подарок сегодня сделала, еще и память об Александре Николаевича. Поэтому, ну что же, только остается пожелать творческих успехов всем, да, и нашим сегодняшним участникам, и тем, кто еще к нам присоединится, всем таких же, как сегодня, замечательно, феерических, даже в чем-то, эксцентрических. Эксцентрических, безусловно, без них нам скучно. Да, докладов. Удивляйте нас, да, и мы ждем вас всегда в нашем центре, и очно, и онлайн. Вообще уже, я вот сейчас уже одна конференция заканчивается, я уже предсказал какие-то новые мероприятия. Спасибо, что вашим вкладам творческим вы даете действительно развитие, настроение что-то делать, творить дальше скорее, да, я себя чувствую действительно сейчас на подъеме, даже я ничуть не устала. Спасибо вам за вдохновение и заряд энергии всем в обществе и пусть ну а мы вас благодарим Активно Славовна как душа нашего общества постоянно активно участвуйте сегодня модерировали теперь в следующий раз мы встретимся здесь 1 декабря будем участвовать тютчево память о тютчеве всего доброго спасибо всем